В этом сезоне игры первенства города по футболу проходили на новеньких газонах наших обоих стадионов. Но, несмотря на это, количество команд-участниц, по сравнению с прошлым сезоном, когда играть приходилось, мягко говоря, не в очень комфортных условиях, сократилось с 5 до 4, а до финиша и вовсе дошли только три коллектива. Команда «Лада», не очень удачно выступив в первом круге, сняла соревнований, подав протест на необъективное судейство. Ну, я думаю, каждый год мы стремимся к тому, чтобы чемпионат города был более организованным, более интересным, захватывающим. И по традиции предварительно мы провели судейскую, на которой обговорили все условия турнира, сколько может участвовать в каждой команде областных игроков, чтобы могли принять участие любители футбола, которые в основном занимаются по выходным дням. Но, к сожалению, получилось так, что действительно одна команда старого города была посильнее, помощнее, там ребята были помоложе и по мастеровитей собраны. Вторая команда старого города была собрана из ветеранов, которым более 40 лет, и молодых ребят, которые на подходе к взрослой команде «Углича». Обе команды спонсировал Владимир Валентинович Арфаницкий, приобрел командам форму, что, в общем-то, придало хороший оттенок окраску всему чемпионату. Третья команда – это была прошлогодний чемпион «Динамо», которая стартовала неудачно, но, наверное, она была ослаблена тем, что в этот раз у них меньше играло областных игроков. Всего лишь один, Женя Егоров, поддерживал так игру и вел в значительной степени ее. И четвертая команда – это команда «Лада», которая выиграла в прошлом году кубок. Но, к сожалению, почему-то, видимо, организационные неурядицы в самой команде, я считаю, прежде всего привели к тому, что они не проявили характера, не захотели преодолеть, наверное, себя, проиграв на старте турнира. В общем-то, я, как главный судья соревнований, надеялся, что они не поступят таким образом, но, к сожалению, руководитель Игорь Романов снял команду соревнований, с чем, в общем-то, сделал менее интересным, захватывающим чемпионат. Он получился несколько худцем. Он мотивировал тем, что судейство предвзятое, и все были настроены против его команды. Ну, я думаю, что я бы не стал ни защищать судей, ни ругать судей по одной простой причине, что, когда мы собираемся на судейского, мы всегда говорим о том, что судить у нас могут в городе только те-то и те-то люди. И я с уважением отношусь к этим людям, потому что судить в поле очень сложно, различные мнения существуют, даже в профессиональном футболе. И поэтому, если есть какие-то недочеты, какие-то ошибки, я не считаю, что они сделаны предвзято, потому что мы все живем в таком маленьком городе, каждый каждого знает. И кого-то тянуть за уши, как говорится, занять более высокое место, нет смысла. Поэтому мне, на мой взгляд, претензии Игоря Ивановича не обоснованы. И очень жаль, что они отказались от турнира, тем более там есть хорошие ребята. И еще одно мнение нам хотелось бы привести в этом сюжете. На таких полянах играть, конечно, очень приятно, учитывая, что надо сделать два поля на Чайке и вот здесь, на Угличмаше. Что касается чемпионата города, ну, конечно, мне кажется, он теряет свой смысл в том, что играют, значит, команды, в командах играют игроки, которые принимают участие в Перевенство области. То есть они либо, пускай, да, проводят Перевенство города между двумя командами, Угличмаше и Чайка, правильно, чем это делят там восемь команды, проводят там Перевенство города, вот, значит, заявляя на игру не более там трех, ну, которые должны играть, три человека, да, в команде даже, не более трех человек, заявленных на Перевенство области. То есть... Вы считаете именно поэтому количество команд с каждым годом все меньше? Конечно, ну, что, ну, что, вы заявили, четыре команды в этом году, а закончили три команды. Опять же, там, ну, что, игра, значит, Чайка разбилась там на две команды, Старый город, там из Юноша играет, из Угличмаша, ну, милиция играет там, у них один и два человека играет, все, да, там, Егоров, ну, считай, ведущий. Ну, и что дальше? То есть, все понятно, ясно было заранее, кто будет первым, кто будет вторым, кто будет третьим. То есть, все это было предсказуемо. Как вы считаете, если совсем убрать игроков первенства области, игроков первенства области по футболу, и уровень, конечно, упадет, но, может быть, интерес, вот, вы считаете, интерес возродится? Я считаю, что для зрителей, конечно, может быть, зрелищность пропадет, потому что, ну, там, будут пожилые люди бегать, там, парни пожилые, да, но, с другой стороны, для, вот, непредсказуемость будет первенства города, она будет захватывать, то есть, люди будут ходить, смотреть на бывших мастеров, условно говоря, ну, не бывших мастеров, а бывших игроков, которые что-то сохранили все равно же в себе, правильно? Пусть они будут не так быстро передвигаться, как Егоров, там, бегают, или там еще кто-то из молодых ребят, там, вот, смотрите, зубы хорошо глядят, там, кайша, вот, ну, бегают против Егорова, там, или против, там, действующих футболистов, которые тренируются, там, да, и играют на первенстве области, ну, как бы это смешно. И некоторые люди смотрятся просто на поле смешно, условно говоря, то есть, вот, допустим, Лада вышла, выходила играть, да, Лада, ну, команда, вроде неплохая команда, так, по составу, но люди там играют те, которые уже либо закончили, либо играют не первой роли в командах, ну, областных, ну, и что в конце, где-то не снялись, потому что поняли, что бессмысленно продолжать это первенство города. То есть, их шаг вот вы оправдываете? Ну, а какой смысл играть против тех команд, то есть, тех игроков, которые, я еще раз повторюсь, играют, ведущие роли в городских командах, Оглич, Маша, Чайка, ну, как можно биться с ними, там, у них взаимозамена, у них там взаимозамена по 7, там, по 8 человек из команд, условно говоря, играющих. То есть, сейчас играют три человека, заменились там еще три человека, новые, свежие, вот и бегать за ними, что у него смысл какой-нибудь. Я считаю, что здесь, да, зрелищность, конечно, она придает эти игроки, потому что на них строится игра, так дальше, значит, да, оно, конечно, смотрится для болельщиков вроде как поинтереснее. Чем больше голов, тем, значит, считается зрелищий футбол. Я считаю это наоборот. Когда есть противостояние, и вот в этом противостоянии, значит, побеждать сильнейшие, здесь, мне кажется, гораздо интереснее будет смотреться в футбол. Продолжение следует...